Друзья, всем привет! Наверное вы слышали о том, что HyperOS 1.5 стала доступна на некоторые аппараты. Но понятное дело, что на глобалке мы это пока что посмотреть не сможем. Но вот что касается китайской версии, то там есть интересные моменты и нюансы. И соответственно данную прошивку мне удалось попробовать, я попользовался ею и есть им что рассказать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным выступает смартфон Poco F6. И да, вы можете сказать, что как бы там выходила прошивка 1.5 на смартфоны там Xiaomi 14, 14 Ultra, Redmi K60 Ultra, ну и так далее. Но благодаря нашему автору прошивок андроиду, соответственно удалось это все дело попробовать. И дабы поддержать его труд и также следить за его портами, подписывайтесь на его канал. Ссылку оставлю в описании. Вы можете заметить, что индекс у нас 1.0.15.0. И вы мне можете сказать, а где же тут HyperOS 1.5. Но у разработчиков сейчас очень странная нумерация. И потому как бы они пока что оставили лишь такие цифры. И в будущем они сказали, что конечно же нумерацию приведут в порядок. И как бы таких вопросов возникать не будет. Плюс вы также еще можете заметить, что у меня на китайской прошивке есть такая частичная локализация. То есть если у нас главные настройки локализированы, но заходим в батарею, то сразу же будет английский язык. Это все так же я смог провернуть с помощью SetEdit. И в принципе данный способ бродит по просторам интернета и им можно воспользоваться. Но это была все лирика. Что же интересного в целом в этой прошивке? Как заявили разработчики, они сконцентрировались на оптимизации системы. Над ускорением анимации, над открытием приложения, над выходом приложения. Ну и в целом, чтобы устройство не подвисало. И что я вам хочу сказать. Каково же мое было удивление, когда действительно я заметил, что приложухи стали открываться молниеносно. Анимация стала куда лучше, нежели это было ранее. И также вы должны понимать, что порт у нас не урезается полностью. То есть он идет со всеми теми фишками, о которых было заявлено. Но как вы можете сейчас заметить на видео, что действительно плавность стала куда лучше. И открытие приложений действительно улучшило. Соответственно, как и улучшились анимации. Даже если мы зайдем в недавний, если мы будем переходить между приложениями вот таким вот свайпом. То вы можете также заметить, что никаких особых подвисаний, глюков и фрезов не наблюдается. И да, разработчики не соврали. Конечно, еще со времен MIUI ходят такие слухи о том, что разработчики постоянно что-то улучшают. Я также в свое время грешил и говорю, что вот там улучшая анимизация, ну и так далее. Возможно, это было самовнушение, но сейчас я вам хочу сказать, что действительно разработчики поработали над прошивкой. И в целом я могу подвести некий такой итог, что по быстродействию оптимизации и улучшенности там в плане отклика какого-то стало лучше. Да, пока что это на флагманах лишь только можно будет наблюдать. И как заявили разработчики, что это минимум всякие Snapdragon 8, Gen 2 и далее могут рассчитывать на HyperOS 1.5. Но также не забываем о том, что зимой нас ожидает большой анонс HyperOS 2.0, где уже большее количество смартфонов смогут рассчитывать на получение прошивки. Что еще меня заинтересовало в 1.5, ну или как его вот так вот называют. Это, конечно же, уведомление строка состояния. Многие заметили, когда мы перешли с вами на HyperOS, у нас пропали вот тут значки. То есть просто у нас тут отображалось время. Но в глобальных прошивках разработчики решили добавить ползунок, который помогал нам добавлять историю под названием количества значков в строке состояния. И оно было ограничено либо там один значок, либо три значка, либо их вообще не было. В этой же прошивке 1.5 мы можем сразу с вами включить все значки, которые, ну в принципе, могут нам приходить в плане уведомлений. И я вот задаюсь лишь одним вопросом, а почему это нельзя было сделать раньше? Ну или же изначально? Возможно, это будет риторический вопрос, но как бы что есть, то есть, и с тем мы с вами лишь можем работать. Но так-то в целом тут не стоит ожидать чего-то сверх вау по данному компоненту. Еще разработчики заявили, что они улучшили работоспособность улучшенных текстур. Да, это та самая фишка в HyperOS, которую немногие могут попробовать, но в целом как бы она присутствует на всех актуальных смартфонах этого года. Там флагманы, предфлагманы, ну и даже где-то на среднем бюджетках можно встретить. И как бы то еще в дополнение у нас с вами тут будет идти раздел дневной режим. То есть адаптация яркости экрана в зависимости от нашей освещенности. Но в отличие от автояркости, дневной режим также еще будет понимать, когда не нужно делать слишком темным экран в зависимости от освещения. И да, разработчики над этим также поработали. Еще что из интересного я заметил в этой прошивке, это раздел батареи. Ну и в целом как бы то сам раздел батареи, он улучшается. И кстати говоря, хочу отметить такой момент, что вот когда я поставил там на Xiaomi 14 свежее обновление безопасности вот на Poco F6, когда он еще был на глобальной прошивке, то реально с автономкой стало повеселее. Почему так? Потому что добавляются новые режимы, в принципе как бы функционал позволяет нам более, ну скажем так, гибче работать с этой всей автономкой. Но что вот я для себя лично отметил из интересного, это добавление в разделе оптимизированная зарядка такого ползуночка, как автоматическое отключение зарядки. Вот оно. И то есть когда у вас аппарат достигает там, ну например 80% зарядка отрубается, или же 90%. И плюс так же как еще в принципе данная настройка гласит о том, что когда мы используем там различные возможности смартфона, зарядка может автоматически останавливаться. То есть устройство понимает, когда оно просто лежит и заряжается, но как только мы его берем в свои шаловливые ручки и начинаем там допустим на зарядке в геншин играть, то аппарат такой типа, ну а зачем я буду заряжаться на зарядке во время геншина? И соответственно будет отключать весь этот процесс. Ну имеется ввиду процесс зарядки. В принципе очень умная тема, и я думаю что так же на многих аппаратах эту фишку смогут добавить. Конечно же еще было очень много фиксов, которые касались там небольших моментов, связанных там с исправлением камер, с исправлением там отображения шторки, ярлыков, ну и тому подобного. Но в целом хочу вам сказать, что я остался в очень большом восторге от HyperOS 1.5. Также еще на просторах интернета я встречал комментарии некоторых авторов, которые говорят, что в июле нас ожидает 1.5 на глобальную прошивку. Но хочу я вас расстроить, что данные люди делают некие вбросы касательно данной тематики. И потому я от себя вам рекомендую следить за официальными страницами Xiaomi в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, потому что там они пишут всю актуальную информацию касательно выхода прошивок. Ну а если же в принципе прошивка HyperOS 1.5 выйдет там в сентябре на глобалку, там или в октябре на глобалку, ну даже хоть и для флагманов. В любом случае это будет очень хорошим решением и неким таким подспорьем для HyperOS 2.0. И будет уже надежда, что многие смартфоны смогут получить ту самую долгожданную оптимизацию, которой ну еще со времен MIUI не хватает. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!